доброго времени суток друзья с вами на связи снова александр олейников и я продолжаю сервис их авторских видео уроков ну что ж друзья вот мы с вами и дождались у нас с вами вышел новая версия архикад 25 и на сегодняшнем занятии хотел бы поподробнее остановиться на новой версии и рассказать про нововведение и что же нового интересного новой версии нас появилась давайте приступим ну для начала хотелось бы конечно же посетить сайт графисофта и собственно посмотреть что же нового сам графисофт нам указывает на нововведение в новой версии значит первое это конечно же взаимодействие за счет взаимодействия между архикадом и другими форматами включая dvg pdf xls а также и fc и bcf являются независимыми стандартными межплатформенного обмена данными вот но на этом мы с вами в будущем остановимся на сегодняшний момент я хотел бы вам рассказать основные такие новинки нововведения которые появились в архикаде это конечно же встроенная точка привязки которая поможет нам лучше ориентироваться в пространстве и лучше привязывать наши проекты допустим при работе в разных приложениях соответственно вот наша точка привязки и располагается новый инструмент вот здесь вот показать точку привязки то есть соответственно она у нас располагается здесь мы ее можем как показывать на плане тоже так и не показывать можем указывать ее координаты точки привязки настраивать север проекта указывать, допустим, где она у нас будет располагаться и где будет расположен у нас север. Где наша точка привязки. Настроить север. Ну, давайте вот так вот сделаем. Вот. И указание угол к северу 90 градусов, отклонение к востоку такое-то, отклонение к северу такое, возвышение такое-то. Приблизи точки привязки и параметры расположения. То есть параметры расположения мы, во-первых, можем выбрать, где она будет у нас располагаться, где, в каком часовом поясе, высота относительно уровня моря и каким типом символа она у нас будет отображаться. Ну и, соответственно, здесь у нас отклонение всеразличное, возвышение. И также, видите, у нас здесь имя проекции, описание, геодезические данные, вертикальный датум, проекция карты, зона карты. То есть, в принципе, достаточно интересный инструмент, но его мы будем использовать достаточно редко. Вот. Давай теперь перейдем дальше. Простая миграция из Revit в ArchiCAD. Да, насколько я знаю, сейчас Graphisoft улучшил взаимодействие с Revit намного сильнее. Вот, соответственно, мне кажется, это, конечно же, большой шаг вперед. Честно вам скажу, ребят, сейчас хочу параллельно с ArchiCAD начать изучать Revit, посмотреть, что это за программа, что да как. Пишите свои комментарии, скажите, как она хорошая, нехорошая. И те, ребята, кто уже имеет опыт работы в Revit и в ArchiCAD, расскажите мне, в чем же разница работы в той программе и в той программе. Улучшение аналитического моделирования. Данная функция хорошо подойдет для конструкторов, которые будут рассчитывать конструкции. Вот. Это у нас улучшение правила корректировки, поддержка конструктивных нагрузок. А если не ошибаюсь, вот у нас, соответственно, это аналитическая модель, которая у нас проверяет. Это у нас правило создания аналитической модели, менеджер нагрузок, комбинация нагрузок. Также, друзья, в новой версии ArchiCAD, насколько я знаю, она была еще 24, но 25, я ее сейчас вот уже прямо нам не понравилась. Это у нас Map-системы. Это очень интересный, кстати, инструмент. Про него я отдельно остановлюсь и немного расскажу. Далее. Значит, проектирование. Конечно же, первый и самый большой плюс это то, что у нас наша, во-первых, пополнилась библиотека мебелировки в ArchiCAD. Вот. Это самое главное. Это у нас в том числе касается кухни. Давайте посмотрим основные корректировки, которые внесли NewsGraphisoft. Так. Значит, ну, первое, что, конечно же, хотелось отметить, это у нас, конечно же, шторы. Это просто супер. Ну и, соответственно, вот стеклянная посуда тоже достаточно хорошая вещь. Приборы. Вот. Значит, далее. Это у нас мебель-кухонь. То есть, теперь при выборе какой-то элемента кухонной мебели, допустим, вот такой, мы можем изменять с вами каркас. Оно нам полностью показывает ArchiCAD и каркас, и корпус, и столешницу, и все размеры. Соответственно, мы можем уже заниматься более точным, более грамотным моделированием уже интерьера. Вот. И, как вы видите, сейчас ближе мы увидим то, что у нас, конечно же, количество параметров, которые появились, намного-намного больше. здесь у нас и столешница, и мойка, и смеситель, и фартук. Соответственно, мы все эти настройки можем с вами корректировать, все их можем задавать и изменять, допустим, как у нас будет выглядеть смеситель, и какой будет фартук, какая будет мойка по форме, такая, такая, или такая. И при этом каждый тип мойки у нас имеется несколько типов решений. Вот. Настроек у нас, соответственно, стало очень-очень много, и это, конечно же, не может не радовать. Уверен, то, что многие из вас ждут уроков по интерьеру, обязательно они будут в ближайшее время. Я постараюсь вам снять. Вот. Что еще вот интересного? Значит, у нас, если не ошибаюсь, появились интересные стулья, композитные стулья. Выглядят они, конечно же, очень-очень интересно и красиво. Вот. Ну, то есть, отдельная теперь вкладка уличной мебели, это гриль. Насколько я помню, это такие самые основные. Вот. Давайте, пойдемте дальше. Новая и быстрая навигация между 2D и 3D видами. Значит, здесь, конечно же, хотелось бы отдельно отметить новую функцию, которая появилась. То есть, теперь мы можем выбрать какой-то конкретный элемент. Допустим, вот эту колонну. И мы можем ее посмотреть сразу же в 3D. То есть, она у нас будет 3D автоматически выделена. Для этого мы с вами нажимаем комбинацию клавиш Shift и F5. Shift F5. Вот так. Так. Shift F2. Вот наша колонна. Выбираем эту колонну. Shift F5. И теперь наша же колонна выделяется в 3D. Если мы выделим вот эту колонну, переходим, опять же, жмем Shift F2 и переходим в 2D вид. И он у нас автоматически показывает этот элемент в 2D виде. Допустим, выбираем этот элемент, жмем Shift F5. Интересно так. Показать выборку в 3D. Ну и, соответственно, он ее отдельно показывает в 3D. Shift F5. И показывает полностью все в 3D. Вот. Соответственно, что у нас еще как бы нового появилось? У нас появился новый инструмент, который называется фильтрация и отсечение элементов 3D. В данном случае мы можем с вами все элементы убрать, в том числе и стену. Ну, допустим, давайте ставим только объекты. Объекты, объекты. Объекты включим, а стены выключим. Окей. Соответственно, только объекты по нашему проекту будут видны. Если же мы хотим вернуться к полному отображению, это фильтрация сечения элементов в 3D. И жмем показать все типы. Окей. Также появилась интересная функция 3D-сечений. Сейчас они, конечно же, выглядят у нас очень-очень здорово. Если кто-то работал в приложении BMX, то знает, что ArchiCAD создал такое интересное приложение BMX для мобильных приложений. И, в принципе, в нем можно, конечно же, представлять свой проект, при этом его не распечатывая. Ну, вот, допустим, вот так вот. То есть, такой своеобразный 3D-разрез. То есть, нам при этом не нужно делать никаких-то бегущих рамок выделять, еще что-то. Мы просто смотрим, как выделить наше 3D-сечение и посмотрим, как выглядит наш объект внутри. Так, отменить. Далее. Многоугольные отверстия и выноски в MAP. Значит, MAP, конечно же, это отдельная большая тема. Честно вам скажу, был приятно удивлен, то, что открыл для себя данный как бы инструмент. и честно вам скажу, даже вот покажу одну из фишек, чему я удивился. Это у нас такой воздуховод специальный и можем его, допустим, нарисовать. параметры так отсутствует, но пусть будет, допустим, оболочки начать. то есть, во-первых, кроме того, что мы можем его рисовать произвольной формы, завершить, мы также можем каждую из этих точек изменять, во-первых, ее по расположению в осях X и Y и также можем их изменять по высотам. То есть, мы можем создавать, то есть, это у нас открывает для для нас с вами огромные перспективы, которые мы можем использовать для данного элемента. То есть, пока мне трудно представить, для чего, кроме какой-то, допустим, интересной тяжелой водной горки. Как вы видели в моем видеоуроке, где я строил водные горки с помощью морфа, то есть, данный инструмент, он его просто-напросто упрощает намного-намного сильней. То есть, это очень инструмент, ну, кроме того, что его использовать по назначению, как воздуховод, ну, и также можно использовать и не того, как воздуховод. Вот, для этого также я буду думать, и потом вам расскажу, ребята, обязательно запишу видео, как я буду его использовать, кроме данного инструмента. Вот, в общем, что хотелось бы отметить, конечно же, это новые инструменты, в том числе и для инженерки. Как вы видите, я отдельно их вынес вот сюда и называл их инженерка. В принципе, я думаю, эти инструменты можно будет использовать, можно будет использовать во многих моментах. Вот, и, конечно же, это будет полезным, как бы, таким элементом. Вот, далее, улучшенный инструмент, улучшение инструмента лестница, конечно же, на этом я отдельно остановлюсь, отдельно расскажу поподробнее об этом и отдельно, то есть, отдельный инструмент лестницу проговорю и расскажу о нем намного-намного больше. То есть, это большой инструмент, который с появлением, если не ошибаюсь, мус 23 версии, или 24, он изменился сильно и его, конечно же, простраивать теперь достаточно сложно. Вот, далее, что еще можно сказать, это визуализация, конечно же, самый огромный плюс новой версии, это создание визуализации, а имеется ввиду создание фасадов с текстурами. Переходим на первый этаж. Так, проекция, фасад, рисуем наш фасад, так, открыт фасад в новой вкладке, сейчас он пока у нас выглядит так. Переходим в параметры фасада, и здесь мы указываем видимые элементы. Так, во-первых, здесь мы указываем элементы в сечении покрытия, цветная штриховка с затенением, штриховка видимых элементов покрытия, штриховка, штриховка текстуры с затенением, единое перо видимых частей, так, прозрачность, элементы заднего плана, также мы можем с вами с затенением, так, контуры элементов, границы фасада, так, здесь это не трогаем, и включаем тени. окей, и пожалуйста, как вы видите, у нас, во-первых, наш фасад имеет теперь прекрасное 2D отображение, также, как вы видите, у нас на заднем плане располагается ограждение забора, оно у нас чуть приглушено, это все благодаря настройке, благодаря настройке, так, 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 элементы заднего плана, если бы мы их не включили бы, то они бы выделились бы у нас, как и есть по факту, вот, то есть, еще если мы включим тень, они будут у нас еще выглядеть лучше, вот, соответственно, конечно же, в этом плане архикад сделал очень-очень серьезный шаг вперед, ну и конечно же, еще один элемент, я вам делал лайфхак, как работать со штриховками, теперь новые штриховки, их параметры, нам даже с вами не нужно придумывать, у нас уже есть автоматические покрытия, штриховка поверхностей, выбираем, выбираем, в каком виде она у нас будет выглядеть, допустим, пусть это будет трава зеленая, и все, рисуем, и вот вам трава зеленая, смотрим дальше, так, поддержка графической технологии, металл на компьютерах, Mac, ну и соответственно, тут больше уже идет документация, именно это у нас параметры графической замены, новые выноски для мэр, значит, для мэп, более подробно, на инструменте, лестница, на инструментах, мэп, моделирование, я остановлюсь позже, также для отдельных элементов, когда мы будем с вами проектировать, допустим, какую-нибудь кухню, я остановлюсь на этом, поподробнее, чуть позже, мы с вами ее обязательно простроим, и сделаем, соответственно, с вами визуализацию, вот, дорогие друзья, такой вот был небольшой, краткий обзор, по, новой, новому, новой версии Архикада, дорогие друзья, не забывайте подписываться, ставить пальцы вверх, оценивать мои видео, оставлять комментарии, и пишите свои отзывы, пишите свои вопросы, вот, пожелания, всем большое спасибо, и хорошего дня, пока.